Добрый день, дорогие друзья! Итак, мы с вами продолжаем сегодня изучать 7-й юнит Journey into Space. Путешествие в космос. Одной из самых интересных тем. Итак, откройте, пожалуйста, ваш Pupils Book Smiles 4 на странице 106-107. Итак, цель сегодняшнего занятия запомнить название звезд и планет Солнечной системы на английском языке и вспомнить правила past simple, present simple, present continuous, present continuous in the future. Итак, 106-я страница, упражнение 16. Listen, point, and repeat. Послушайте, запомните и повторите. Если у кого-то не получилось запомнить с первого раза, пожалуйста, вы можете вернуть видео и повторить несколько раз название планет Солнечной. Солнечной системы. Окей, мы же продолжаем. Exercise 17. Do the quiz and collect planets. Check your answers with your teacher or online. Итак, вам нужно разгадать этот тест, эту викторину и собрать название планет. Потом вы сверитесь с моими ответами. Для этого вы можете поставить сейчас видео на паузу, сделать самостоятельное упражнение, а потом свериться с ответами. Итак, мы же продолжаем. Which planet is the closest to the sun? I think Mercury. Which planet is the largest? I think Jupiter. Which planet has got rings around it? I think Saturn. Which planet has got 14 moons? I think Neptune. Which planet is the seventh planet? I think Uranus. Which planet do people call the red planet? That I think Mars. Окей. Итак, здесь у вас есть ключи. Так, если бы вы набрали от одной до пяти, у вас не очень хороший результат. Oops, I think your spaceship broke down. From six to fourteen, you can be a good astronomer or asteronaut. Вы можете быть хорошим астронавтом или астрономом. And fifteen planets? Excellent. You are a star. Отлично. Вы звезда. Я думаю, что вы у меня все звезды. Итак, мы же теперь проверим, сколько планет мы набрали. Итак, все ответы верны. Я думаю, что вы тоже справились с этим упражнением. Оно достаточно легкое. Итак, сейчас нам нужно повторить с вами правила. Мы используем Present Simple для постоянно повторяющихся действий или ежедневных привычек, ежедневных рутины. Мы называем Гульнара обычно встает в семь часов. Итак, к глаголу wake мы добавили окончание с, потому что под подлежащим Гульнара мы подразумеваем местоимение ш. С местоимением ш у нас глагол добавляется окончание с или и с. Вы это знаете. У вас есть таблички в словариках с этим правилом. Ну и я запишу дополнительное видео по этой теме. Итак, далее. Мы используем Present Simple для постоянного состояния. Например, Дамерли живет в Нурсултане. К глаголу добавили тоже окончание с, потому что под подлежащим мы подразумеваем местоимение х. И это действие постоянно. Он постоянно живет в Нурсултане. А Гульнара встает каждый день в семь часов. Обычно. Да? Это... Ну, мы называем это рутиной. Окей. Let's continue. We use the Past Simple for something that happened at a started time in the past. The audience visited Earth two days ago. Мы используем прошедшее время. Простое. Past Simple. Для чего-то, что произошло уже в определенное время в прошлом. Инопланетяне посетили Землю два дня назад. Итак, у вас есть в данном случае показатели времени даже. Ago. Поэтому мы ставим в прошедшее время, Past Simple, глагол в прошедшее время. Если он правильный, то мы к нему добавляем окончание идти. Если он неправильный, вы помните, что мы ставим глагол во вторую форму. Смотрите таблицу неправильных глаголов. Не забывайте про нее, пожалуйста. We use the Present Continuous for actions happening now at the moment of speaking. They are playing football now. Fixed arrangements in the near future. We are traveling to Kazakhstan next month. Мы используем Present Continuous. Настоящее длительное время для действий, происходящих сейчас, в данный момент, в момент говорения. Они играют сейчас в футбол. У вас есть показатель времени now. Поэтому мы ставим Present Continuous и к подлежащему they добавляем форму глагола to be a и к смысловому глаголу добавляем окончание img. Также мы используем Present Continuous для фиксированных, запланированных действий, соглашений в ближайшем будущем. Мы путешествуем в Казахстан в следующем месяце. Вас не должен смущать переход здесь, потому что мы разбираем грамматику. Итак, в следующем месяце это показатель будущего времени. Но так как у нас действие запланировано сейчас уже, то окончательно мы решили путешествовать в Казахстан. Поэтому мы используем Present Continuous. И к подлежащему добавляем форму глагола to be. И к смысловому глаголу добавляем окончание img. Окей, надеюсь, вы эти правила помните и понимаете. Если нет, то, пожалуйста, выучите. Мы же продолжаем с вами выполнять упражнения в нашем учебнике. Итак, 18-е задание. Written and Completed. The ancient Greeks called the sun Helios. Древние греки называли солнце Гелиусом. Итак, мы ставим с вами прошедшее время. Past Simple глаголу добавляем окончание id. The second. Look, 50 aliens are coming out of the spaceship. Посмотри, 50 инопланетян выходят из космического корабля. Итак, у вас очень хорошая подсказка есть. Посмотри. Значит, действие происходит в настоящий момент. Действие длительное. Поэтому мы ставим present continuous и к подлежащему 50 aliens добавляем форму глагола to be и смысловому глаголу добавляем окончание ing. Окей, номер три. Robots are exploring Mars now to find information. Роботы исследуют Марс сейчас, чтобы найти информацию. Мы ставим с вами present continuous время, потому что у вас есть показатель времени now, сейчас. Он указывает на использование настоящего длительного времени, поэтому к подлежащему мы добавляем глагол to be в форме a и к смысловому глаголу добавляем окончание ing. Окей, номер четыре. Вильям Херчилл discovered Uranus in 1781. Итак, Вильям Херчилл открыл уран, планету, в 1781 году. Смотрите. Алгоритм действия. Когда это было событие? В 1781 году. Было давно. Поэтому мы сразу понимаем с вами, что нужно выбрать прошедшее простое время. Past simple. Смотрим. Глагол discover у нас правильный. Его нету в таблице неправильных глаголов, поэтому мы добавляем к глаголу окончание ing. Окей, номер пять. The astronauts are living for the moon tomorrow. Астронавты покидают Луну завтра. Итак, мы ставим present continuous in the future. Настоящее время в будущем значении, потому что у нас это действие запланировано. Есть показатель времени tomorrow, но оно уже у нас в планах. Поэтому мы используем present continuous, добавляем к подлежащему форму глагола to be и смысловому глаголу добавляем окончание ing. Number six. The moon travels around the earth almost once every month. Итак, Луна крутится вокруг Солнца, мы путешествуем в данном случае, если переводить дословно, почти раз в месяц. Не обращайте, пожалуйста, внимания на перевод. Нам в данном случае нужно просто понять суть предложения и поставить правильно форму глагола. Итак, действие постоянно, мы это понимаем. Раз постоянное время и оно происходит в настоящем времени, мы используем present simple. Настоящее постоянное время. Итак, у нас подлежащая the moon, луна, подразумевает под собой местоимение it, поэтому к глаголу смысловому мы добавляем окончание s. It was 1969 when Neil Armstrong walked on the moon. Это был 1969 год, когда Neil Armstrong ходил по Луне. Итак, мы добавляем с вами к окончанию иди глагол, потому что это past simple, это простое прошедшее время, потому что это действие было очень давно. Глагол у нас правильный, поэтому вот просто окончание иди. Люди используют телескопы, когда они хотят посмотреть на планеты. Итак, обычное простое действие в настоящем времени, present simple. Мы используем глагол в начальной форме, потому что у нас под подлежащим подразумевается местоимение they, поэтому мы все оставляем без именений, по-прежнему. Окей, let's continue. Итак, мы с вами хорошо поработали. Надеюсь, у вас все получилось верно, так же, как и у меня. Итак, у вас даны вопросительные слова. What, who, why, where, when, how many, how often. Итак, вам нужно составить вопросики про планеты и позадавать друг другу. Вы можете пользоваться социальными сетями. Я думаю, что это достаточно интересная игра для того, чтобы вспомнить название Солнечной системы. Итак, у вас есть пример. What did the ancient Greeks call the sun? Helios. Итак, надеюсь, данная игра вам будет интересна, и вы поупражняетесь в английском языке, и вспомните название планеты. Окей, на этом у нас урок закончен. The lesson is over. Thank you very much. Goodbye. Be healthy.